здравствуйте ребята вот и настал торжественный момент значит у меня спирта сердца значит раз два три 480 10 10 100 и по 18 литров значит 100 36 литров у меня значит сырец спирт сырец зальем естественно вот кастрюльку китайскую и будем перегонять его я сейчас его все залью ребята попробую значит смысле посмотрим сколько градусов ну я считаю что ведерку воды добавлю если он чуть чуть такой крепенький и начнем гнать ну все ребята до следующего этапа вот значит это получилось у нас ребятам с 5 бочек с 5 бочек 5 бочек я вам скажу смело что тонна слив значит стол несли вот получилось сто тридцать литров сердца значит я иногда его раньше значит этот хвост и не брал до конца иногда иногда вот бывало значит и такое что 40 градусов течет я его уже снимаю но это рано я так считаю но я тогда ну чуть-чуть все перебрался перебрал и ну лень била уже с ним сидеть короче но так или так вот что получится посмотрим короче но мой факт в том что я хочу ребята литров 60 получить градусов 55 так и мне будет достаточно короче все пока пока до следующего этапа ребята значит вот смотрим короче больше 40 градусов ребята блин поплавок не стоит на месте водка еще играет и фокус сейчас не берет хорошо короче ребята больше 40 градусов я сейчас литров 20 добавлю воды ребята и начну гнать вот так вот вот ребята значит второй этап пошел 74 градуса у меня термометры и первые капельки пошли и пошли первые капельки ребята вот пошли первые капельки как я люблю этот процесс сейчас попробую на этот да ну без базара ребята он отдает ацетона я потому и поставил 6 литровую я его до половины где-то заполню короче со 100 35 литров я беру головы 3 литра где-то внутри с лишним я могу отобрать и основной пойдет уже на на то чтоб уже ну попить короче все вот такие пироги естественно я думаю что я думаю что день будет хороший ребята еще я вам открою маленький секрет я хотел его на 30 градусов сделать разбавить но у меня не получилось я на этот 46 градусов по моим было там или 45 20 литров воды сверху залив помешал и он у меня стало где-то на 40 где-то 40 градусов но я больше не стал воды заливать ну я уже подумал когда закипит туда-сюда и так далее вот такие пироги ребята вот уже струя полная бежит значит мы к этому времени ребята естественно у меня есть одна история короче городской парень значит поехал в деревню ну отдохнуть короче вы помните наверное те времена когда за вот такие дела гоняли правоохранительные органы и так далее и он он этот городской выходит на улицу покурить так сказать и видишь что заброшенной бани в деревне стояла заброшенная баня значит идет дым что за дым он подумал заходит туда и там сидит старик короче у этого у самогонного аппарата и гонит опор водку естественно разбанья было заброшенное там не было воды а там как делали раньше значит убирают горячую воду доливают холодную или что быстро очень быстро не надо было добавлять холодной воды степят туда селитру ребята селитра как вы все знаете если добавляешь воду он ну холодным становится хороший селитра которое удобрение и так далее ну поздоровались туда-сюда ну молодой додумался догадался в чем дело и так далее и старик говорит давай сынок я отойду в дом короче пойду взял это и водичку принесу холодную чтобы долить короче ну пожалуйста естественно молодой не этот не поленился посижу говорит посмотрю ну дед встал короче дед и ушел за водой пошел проходит 10 минут нету деда проходит 15 нету деда а воду надо добавлять короче ну молодой взял пару бедер и пошел за водой сам значит а к этому времени ребята правоохранительные милиционеры зашли оказалось и смотрят что стоит самогонный аппарат и течет водочка заходит с федором значит этот молодой и смотрит на них ну туда-сюда за шкирку схватили его говорит давай сейчас садись и объяснительное напиши быстро говорит что и как ну молодой естественно попросил бумагу и ручку и написал объяснительное а милиционеры взяли этот листок и смотрят нифига себе говорит и значит что написал значит говорит выхожу на улицу покурить а с заброшенной бани говорит дым идет я подумал пожар говорит я сразу за ведрами и за водой говорит чтобы потушить пожар прихожу и что я смотрю и что я вижу два милиционера сидят и водочку гонят вот такие пироги короче так что значит вот так произошло короче ну я рассекался сам сейчас сейчас подумал были сейчас зайдут вдвоем короче вот такие пироги он вот такой вот такую объяснительную и написал ну к этому времени у нас струя прибавляется ребята струя прибавляется у нас вот голов вот так вот херачут у нас головы ну все ребята до следующего этапа вот так вот ребята вот я отобрал головы значит это канистра 6 литровая вот она досюда вот смотрите ну где-то до 4 литров я отобрал головы сейчас пришло время достать рулетку самую главную и опустить его туда посмотрим сколько я признаю что я его не опускал еще ребята я хочу вместе с вами посмотреть я вам хочу сказать ребята что я не ожидал что она будет такая слабая вот смотрим у меня такой спиртом по месту он никогда лицо не показывается я постоянно кручу верчу шею и никак его не поймаю короче ребята это у нас 80 80 еще одна шкала значит не одна а вот 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 короче 83 градуса 83 градуса ребята вот головы значит да короче 83 градуса ребята но я доволен как слон слон ну не знаю мне допустим нормально ребята она естественно кристально чистая ребята кристально чистая короче 83 градуса вот такие пироги начали цело отбирать вот течет родимая вот такие пироги короче ну сейчас она чуть-чуть утихомирится естественно я скажу маленький тост и пойдет дело повеселее ребята давайте до следующего этапа ребята значит между делом дело идет вперед значит напомню что головы у нас получились так 83 84 градуса никак не зафиксирует блин ну хрен с ним короче значит 4 литра я отобрал головы сейчас вот 20 уже есть ребята на канистру естественно не обращаем внимания он снаружи такой непрозрачный замерим естественно ребятушки замер сделаем рулетку опускаем туда рулеточку давай поглубже битва давай клей ну короче говоря ребята чистый 80 градусов совсем чистый вот смотрим даже чуть побольше ребята даже чуть побольше 80 градусов вот вот где шкала видите да я его опускаю она тонет короче я вам смело скажу что где то 82 градуса вот где то 82 градуса ребята вот 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 такие пироги значит ну я рад ребята вот еще течет двадцатник ребята совсем прозрачная вот колеса совсем я естественно попробовал ну мне же интересно что течет вот и я вам скажу ребята что тает во рту а не в руках вот такой у меня обед яички сыр хлеб и королек свой естественно ребята ну как не рассказать вам одну историю веселенькую муза муза давит ребята значит муза давит так сказать я вам сейчас его естественно я расскажу извиняюсь короче на дворе стоял 79 лет 1979 год значит стоял во дворе коммунизм процветает ребята я не знаю все чики-пики и значит это те времена когда молоко в пакетиках продавали ребята знаете да когда ну я не знаю жизнь текла рекой не то что сейчас жизнь сейчас течет как вот наша водочка блин я наверное да все нормально все нормально идет я подумал запись идет или как там и значит мой отец с мамочкой естественно жили тогда в кахетии кахетия ребята я вам напомню это центр виноделья грузии значит там естественно вино льется рекой и так далее значит мой отец тогда работал на молоковозе там раньше он рассказывал были такие газики у них естественно нержавеечные эти каких ну резервуары и молоко он с фермы значит доставал масло пром ну где масло сметану и так далее короче молочные продукты и он каждое утро естественно рано утром шел туда он приедет значит там доярочки с косичками его ждут с бетонами значит 40 литровыми заливают как-то короче и он ночью вечером хорошо подал царство ему небесное и спахнило короче он с утра значит мамочка будет его начало 4 4 4 говорит его звали Шарлико Шарлико значит говорит вставай давай собираться у меня говорит роды начинаются но я иногда без слез не могу рассказывать и как его но он же вчера бухал по-страшному он ей отвечает короче говорит подожди до утра ну да выспаться ну он с бабунах короче он еще не понимает что происходит потом еще раз столкнул говорит она его Шарлико вставай говорит все уже роды начинаются ну как-то встал дошло до него что происходит там ну оделись туда-сюда приготовились выехали короче на этом газике на этом газике выехали там куда-то забор протараны по-моему как он рассказывал и пришли в роддом деревенский роддом короче а там света нету света представьте ребята света нету ну что делать нету так нету роды же никто не отменял и не этот отменит и ну отец подумал такой давай я к отцу этот как его заеду что там как там сообщу новость что вот туда-сюда ну и совсем еще свои интересы были что там похмелиться короче на работу надо ехать трезвим так сказать и короче он так рассказывал что какой-то момент передумал говорит поцепить давай постою чуть-чуть подожду что будет как будет и ну света нету ребята и бабуля такая короче представьте бабулю которая говорит отцам по хана такая с керосинкой представьте бабуля с керосиночкой и ходит и говорит мальчик мальчик говорит ну отец естественно успех милану все равно обрадовался и говорит у меня в кармане бил один червонец ребята все помните наверно красненький червонец с лицом ленина и достаю говорит кармана и даю это из этой бабуле значит которая с керосиночкой лапа ну такая она на керосинке горела короче ну освещали так те времена и ну говорит сейчас я спокойной душой говорит пойду к отцу своему значит там похмелюсь чуть-чуть и поеду на работу ну говорит приехал к отцу это дело естественно отметили говорит чачу налили там как эти у ребята чтобы знали очень редко значит балуются вот сливовой водкой как я там чача короче кругом чача кругом виноград на дерево даже виноград собирают и ну и так слову сказал ну три-четыре стакана мазал говорит и все равно сердце чудо вот подсказывал что ну поднимись типа узнал еще что там произошло как произошло как мать с ребенком поживает короче он подъехал к поликлину к роддому короче и не зовет там эту бабулю короче ну как там чё она такая выскакивает опять такая выскакивает с этой и россии кайну светит и ну ночь еще короче и говорит мальчик мальчик влах отец такой отец такой думает блин она наверно знает что я бухой и хочет чтоб я а еще раз червоне сдал ей и он говорит я говорю бабульки говорит я же тебе чего нет уже дал я узнал что мальчик все зачем второй раз это да еще она говорит нет второй второй мальчик говорит ну отец думает там ну ну дошло до ребята значит нас двое я и мой брат и вот такой но он бухой уже и говорит как это второй блин говорит хоть говорит эти лампы говорит потушите может они на свет лезут понял да ребята сами пик самый такой этот ну окончание этой истории говорит лампы говорит газете они может как бабочки на свет вилюк 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 являются или как сказать вот такая белая история ребята значит ну не знаю может я что-то пропустил как он рассказывал естественно я так не смогу передать и сейчас ребята я хочу выпить это тост за отцов вот так вот сейчас наберу ребята вот набрал вот ребята набрал ну извиняйте ребята течет сейчас минимум 70 градусов я еще перед этим сказал что я этими мерками ничего не измеряю короче ребята за отцов за наших отцов я хочу выпить и царство небесное ребята кто уже потеряли наших отцов понимаете да короче за отцов блин испаряется прям короче вот такая была история так что керосники тушим на свет они может лезут выходят вот такие пироги ребята давайте до следующего этапа значит это двадцатник еще стечет и я еще разок померю значит градус какой и так далее давайте пока ребята значит вот три бутыля по 20 литров заполнилась уже вот четвертую поставил льется рекой и ребята я не знаю по моему или у меня уже в глазах двоится или я не знаю блин по-моему до хрена у нас градусиков вот смотрим это как минимум 82 вот первый значит но головами отобрали вот 80 тонн тонет вот посмотрим что ты не фиксируешь а короче тысячи точен и фиксируешь а а короче 80 тонн тонет вот посмотрим Посмотрим. И вот так надо, чтобы зафиксировало. Короче, рестиклоны берёт хорошо. Потом, ребята, пошла вторая бутыль. Смотрим. Опускаем. Ровно 80, ребята. Ровно 80. Вот так посмотрим. Может так он покажет. Короче, ровно 80. Третья бутыль пошла, ребята. Значит, вот третья бутыль пошла. И у нас мушка утонула. Сидела на этом, на спиртомиле, блин. Ну, мушка сейчас поплавает. Что бы не соврать, ребята. 72. 72. Значит, вот. И вот четвёртая бутыль. Блин, я не знаю, за какие заслуги. Наверное, ребята, за такие заслуги, что вот эти сливы, ребята, я и раком собирал, и на колени стоял. Знаете как, ребята, я их с дерева не собираю. Я жду, когда они начнут падать с дерева, и с земли потом собираю, короче. Ну, я не знаю, я, наверное, сейчас подведу итог. Скорее всего, выгоню вот четвёртую бутыль. Потом, короче, итоги, ребята, я напишу в описании, там, ниже видео, что у меня четвёртой бутыли получится. Но, если так оно пойдёт, да, 82, 80, 72. Ну, не знаю, тогда это будет, наверное, минимум 50, двадцатых ещё. И у нас, и у нас в утеплённой кастрюле уже жидкость не останется, блин, всего там залили 136 литров, да, сырья. И плюс добавили 20 литров воды. Ну, я не знаю, блин. Ну, посмотрим, что получится. Ну, естественно, ребята, напоследок итоги подведём этого года, этого урожая. Что-то голова начала побалевать, надо чуть-чуть анальгинчика попить. Ну, я запах сейчас передам. Ребята, чисто, знаете, какой запах? Как у кураги, у сливы же есть курага, такая сушёная слива. Вот. Чисто такой запах. Всё, ребята. Хочу выпить за мир во всём мире. Да будет мир и в семьях, и на улице, и везде. За мир во всём мире. И закусили. Ребята, вот это такая интересная штука. Я его сам видел, где-то года три или четыре назад. Оказывается, он у нас растёт. Но в западной Грузии его больше, чем у нас. В восточной, значит. Ну, не знаю, кто-то его прямо барбарисом называет. Кто-то в переводе. В переводе барбарис это Коцахури, значит. Но это, естественно, не тот барбарис, который который готовится узбекский плов. Ну, как бы узбекский плов без барбариса. Это не узбекский плов, я вам скажу. Но это тоже называется барбарис, но он вот такой вот. Видите, да, ребята? Вот такие пироги. Ну, всё, ребята. Я не знаю, следующий этап, наверное, уже не будет. Или будет. Не знаю, посмотрим, короче. Ну, если будет, будет, я сообщу, ребята, обязательно. Ну, не знаю, дождусь, наверное, где-то будет. Запомнится, когда. И потом, знаете что? Я уже хочу прекратить, гнать. Газ, естественно, откручу. И не знаю, наверное, завтра придётся продолжить. Ну, спит он куда денется с кастрюльки? Никуда. И не испарится она. Ну, не знаю, посмотрим. Что-то спать уже тянет. И так далее. Ну, всё, ребята. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...